всем привет мы иммигранты из киргизстана живем в канаде уже 9 лет мы переехали в канаду 2012 году так сейчас у нас 2021 год мы решили снять скажем так ряд видеороликов о нашей жизни в канаде как это мы видим конечно же это будет не взгляд эксперта там какого-то мы не иммиграционные адвокаты которые могут дать определенные советы мы просто хотим поделиться своим опытом тот который накопился у нас за эти девять лет которые мы живем в канаде вот как много роликов будет не знаю у нас нет какого-то четкого определенного прям такого плана графика вот спонтанно решились сели записали появятся какие-то мысли будут возникать какие-то вопросы или там приходить от наших знакомых по мере этого будем снимать видео ролики дело в том что как и все мы когда переехали в канаду мы снимали ролики только для своих близких и друзей принципе сейчас не то же самое делаем вот но мы особо не объясняли не рассказывали какие-то нюансы если это было путешествие это просто вот скажем так видео ряд под какую-то музыку где мы там ходим развлекаемся гуляем без каких-либо особо комментариев конечно же нам близким друзьям мы рассказывали что-то более подробно но последнее время а люди спрашивают какие-то детали подробности или там а вы не хотели бы снять ролики а снимите пожалуйста мы посмотрим с удовольствием мы решили почему бы нет конечно это не то что там какая-то тысячная миллионная аудитория но тем не менее мы все равно собираем эту информацию за последние полтора года наверное к нам обратилась ну человек 15-20 это точно и это не наши близкие друзья там друзья друзей знакомые знакомых которые просто вот видимо либо задумались о эмиграции в канаду или я не знаю там просто что-то услышали но захотели именно узнать историю как кого-то близких знакомых своих скажем так и стали звонить там нам спрашивать как же нам здесь живется и в итоге получается ряд вопросов естественно схож поэтому если мы снимем ряд видео я думаю это будет полезно не только нашим друзьям и знакомым возможно кому-то еще давайте все в канаду мы никого не агитируем куда-то переезжать и не отговариваем а просто делимся своими ощущениями своими впечатлениями потому что для каждого человека хорошо будет свое и плохо будет своего да то что может быть хорошо для нас будет совершенно неприемлемо для других так но что один из самых-самых распространенных первых вопросов вы не жалеете что уехали в канаду да нет ну нет мы не жалеем но вопрос еще и думаю тут всегда такой знаете как это персональный потому что например когда у меня спрашивают то я не уезжала потому что мне было очень очень плохо и я вот прям не знала куда мне бежать нет мне и там было хорошо где мы жили в бишкеке киргизстане которая является нашей родиной мы прекрасно там жили нас все устраивало мы обожали обожаем вот шура смотри сегодня ты здесь а а послезавтра ты там наконец-то мы добрались хитроу вот сели покушать тут вот капешка жираф называется да конечно ники нравится нравится тебе а на себя камеру поверни мы отсюда будем улетать в канаду взлетаем если вы переехали в какое-то другое место мне бы там наверное нравилось я не знаю может быть это зависит от подхода конкретного человека каким-то процессом кому-то вот сложно даже чайную ложку поменять знаете для него уже стресс он привык вот вот этой ложкой пользоваться а вот а мы скажем так мы даже уже за 9 лет жизни в канаде скажем так мы поменяли три города приехали мы в большой город торонто прожили мы в этом городе четыре с половиной года на съемной квартире это заезд в новую квартиру в данный момент она состоит из практически ничего пустая абсолютно что то есть уже рыбакалы платник которые абсолютно еще даже не запущен стоит на установке вещи сложены в сумках виктория с никой не спят лера спит уже у баши привет привет как вот наша новая няня так няня так это наши апартаменты студия то бишь зал это стол который паша уже притащил нам спасибо ему там кухня здесь выход на балкон вот такой город ночной правда мы абсолютно не знаем еще что тут где чего и как мы видим что очень красиво даже переместились кичинер опять это была съемная квартира еще два года прожили и так экскурсия продолжается ну вот я стою вчера собрал это листов уже весело все эти уже посудомоечную все это уже стояло и шкафчик вот коридор здесь еще один шкафчик здесь направо туалет с ванной все новое так это большая комната детям будет зеркало и вот уже теперь мы два с половиной года почти три года уже живем в городе лондон лондон который находится в канаде в провинции онтарио в начале видео я и сказала что мы будем делиться исключительно своим опытом и мы не можем говорить что там о да ребята в канаде классно приезжайте и живите или наоборот о нет не приезжайте не стоит вам это не надо мы не можем кому-то там определенное что-то сказать почему я еще раз это повторяю потому что а как я уже говорила когда ко мне звонили там знакомые знакомые знакомых они как будто бы хотят услышать от меня какой-то утвердительный ответ да или нет но его на самом-то деле я не знаю вам никто не даст этот ответ на самом-то индивидуально или не стоило вот ты не скажи вот значит я что-то там начинает перечислять а мне говорят нет вот и ответь да или нет я говорю ну в моем случае то что сейчас происходит со мной в нашей ситуации да а как будет вашей ситуации легче либо еще возможно нет меня нет конкретного ответа да я могу привести тоже еще кучу примеров потому что конечно же за 9 лет много с кем познакомились благодаря тому что в канаде но эта страна вообще иммигрантов конечно же из разных уголков мира люди приезжают из всех частей бывшего советского союза и конечно я могу уже видите и привести вам примеры разных иммиграционных историй скажем так кто-то приехал по рабочей визе кто-то по студенческой кто-то приехал и остались здесь как беженцы то есть этими историями я могу поделиться вот кого-то они может быть там воодушевят на что-то кого-то может быть наоборот заставят передумать там изменить свое мнение о иммиграции опять знаете как мы уже сделаем потом будем делать отдельные видео там по зарплатам в канаде сегодня это такой вводный ролик мы вообще сами хотим нащупать какой формат этих роликов будет и о чем мы будем говорить сегодня скажем так ознакомительно вскользь да коснемся каких-то тем углубляться уже подробности в детали будем в следующих видео вот потому что каждую тему можно я не знаю там углубляться и доставать много много фактов всяких разных спасибо всем кто был с нами до новых встреч всем добра пока пока